АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Приезжает одна сибирячка по фамилии Макарова. Зовут ее Вера. Она из 4 родов. Я еще помню такую девчонку на телевидении. Она помогала нам переворачивать архивовку, что там было. Мастер-классы были. Он у нас поступает в Красноярск. И приезжает на круг севера. И вот уходит эта девочка и эту неисполненную весу играет на финале конкурса. Тогда на финале, когда без архива был финал. И я в 27 лет, я член жюри первый раз уже на таком конкурсе, под приливом эмоций кричу «Браво». И после этого подходит к нам председатель Александрович Сканков и говорит, «Адюш, ты понимаешь, у меня Андрюшина называется?» И у меня с чем дело. Член жюри может оплатировать так скромно, не выдавая свои эмоции, но, пожалуйста, не надо больше никому кричать «Браво». Потому что «Браво», «Браво» и «Браво» и «Браво» и «Иностранцы» действуют истинные. И они этот балл просто вообще в них меняют 25, а в 24. Но девчонка, когда получил третью премию, я был очень рад. За нее я его сейчас увидел в Красноярске. Теперь она уже мама. У нее ребеночка напишет диссертацию. Ну, очень умница, девочка. И мне приятно, чтобы через этот пиес у Гетана о каким-то образом все-таки нашлась в своей профессии. Ну, а сейчас от Павла Сарасата концертной фантазии на тему «Лупер Кармон» там «Антракт Хабанера-Сигигилья и Цыганская пляска». Недавно была история, когда на издание по музыкальной литературе студенты спросили «Антракт Хабанера-Сигигилья и Хабанера?» Он так посмотрел, подумал. «Вы знаете, двоюные сестры хорошие». Раньше я записывался у профессорами на лекциях. У меня на всех лекциях последняя страница от УИК были в записи вот таких различных выражений, которые у профессора под впечатлением, под эмоциями иногда задавали на всех лекциях. А в УИК я записывался студентами, но не знаю, у меня в целом такая фразочка скопилась, вот это так. А на этой истории как раз двоюные сестры. Ну, да, можешь, кстати, и представить, что у сегодняшней варианте «Карнел» будет «Карнашка». А хозяйство Аришки, Санюшка? Да. Господи, не знаю. Назад. 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 Без неудобный смысл. Без неудобный смысл. Назад. Над. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Спасибо. 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 Валерия Гаврилина, какого мы достаточно давно играем, потому что мы сами просмотрели и любили, и нам кажется, что это очень важно. В том, что мы работаем достаточно активно с Вологодской областной полагонии и Валерия Александровича Гаврилина, там, где он жил. Он до его детства прошел в Вологодской области, в городе Карнигов. И только потом он уехал в Санкт-Петербург. И сейчас, конечно, такое ощущение, что после смерти композитора отдается должное. Вот при жизни, вот что за страна у нас такая? Пока что он живет, на пятую, постоянно где-то какие-то будет, и так далее, и так далее, и так далее. Как он умер? Он закажется? Как интересно, интересно, что он говорит? Я ничего не скажу, да? Нечего себя тешить. Но на самом деле, действительно, сейчас почти каждый год покроют фестивали, создан фонд, и на огромное количество публикаций идет. А оказывается, что он почти уже написал для Балалаевика. Вы знаете, совсем недавно для опубликованных книгах шлистов писем Михаила Шейпана, очень известного нашего таблиста и балалаевника, который вшил в Санкт-Петербурге долгое время, а потом ими привил в Амирию. Так вот, он с Гаврием живет в друзьях. Мы с ним на русском найдем в письме, что он называет Балерий. Представляете, вот эти письма, когда Шейпан делал некоторые предложения из его наиболее популярных произведений, он общался с Гавриемом Шейпан и все время просили ему, Балерий, ну, напиши что-нибудь для Балалаевича, напиши что-нибудь для нашего народного инструмента. Ну, вот так случилось, что Балерий Александрович так и не написал. А ты же он просто не отдал тебя, вот я. Ну, ну, почему не взять? Я думаю, что дело не в этом. Многие пропозиторы надо написать. Вот, к сожалению, список тех, кто не написал, очень солидный, мужик и большой, а написали единицы, например, Кричинин. Уже перед самым свежим написал сонат, для Балаки, это было 49-51 год, он два года ее писал, и она сейчас вошла в нашу классику, потому что действительно фамилия Кричинина ее долго не издавали, потому что он был мигрант и при советской власти, и его, так сказать, не... Он не входил в список печатных композиторов, но многие не написали в том, что про Александра. Приходится играть в предложениях, хотя нам кажется, что в переложениях этой музыки тоже находят какие-то свои черты, которые невозможно открыть, скажем, симфоническому артисту. В силу того, что у них смычок. В данном случае в Тарантеле, скажем, Гавриин, этот смычок, это колоссальная проблема, чтобы преодолеть этот смычок и сделать тот самый Тарантел, который мы можем очень легко сделать. Мы сейчас их пока. Гавриин... Гавриин, Маш, Тарантелл, и Балаки. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Спасибо. 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 Добрый вечер, встречи будут достаточно регулярны. В будущем загадывать нельзя, потому что у нас в романе несказуемая, и каждые 3 месяца сюрпризы предпогнозовнические. Такое ощущение, что там будут сидят такие едины морозы. Как вы думаете, какие ещё нам подарки будут? но и в исключении концерта, конечно, маленькая работа Александра Борисовича Шалова, в «Лисовской комарочках» много развелось, как его надобили, и на самом деле уходилось. «Лисовская комарочках» 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 «Лисовская комарочках»